Я слепа. Спасибо друзьям, которые приходили. Круче, чем, вот хуже, чем слепота. В жизни нет ничего. Почти два года слепоты, полной слепоты. Вот понимаете, каждое утро просыпаешься, ты слепой. Ты открываешь глаза и ты не видишь, и целый день ты не видишь, и засыпаешь ты не видишь, ты не видишь компьютер, ты не видишь телефон, ты не видишь показания счетчика, ты не видишь что-то написать, ты не видишь. И нет очков, которые могут это изменить. Этого не существует, потому что после гормонов идет катаракта. Практически, наверное, 50% отделения вот там, ну, в микрохирургии глаза, это постгормональные катаракты. У меня прооперированы два глаза. Оперировала я их, дай-ка мне вот эту визепрайм свой. Значит, тот продукт как раз хорошо он вышел в это время. У нас была очанка, и потом вышел вот этот вот визепрайм. Здесь крутое вещество называется лютеин. Вот самое крутое, что здесь есть, это лютеин. В той концентрации, в той форме, и плюс еще на амеге, действительно, то есть вот это сочетание, найти невозможно. То есть круче вот этого, вот этого, если вы зайдете в аптечную сеть, если вы начнете разбираться в биохимии, микромакродозах, та-та-та-та-та-та-та-та-та. Круче этого нет. Для того, чтобы я прооперировала глаза, конечно, я во всех, опять-таки, медицинских, есть таурин в капельках, но никто не говорит, что ее надо съесть, а коралловый клуб говорит, что ее просто надо съесть. То есть, конечно, вода с кораллом, конечно, таурин. Вот это вот 4-4 в день. То есть, день утром, 2 вечера. И когда прооперировали, мне никто не дал гарантию после операции, я буду видеть или я не буду видеть, потому что настолько, представляете, как вы варите яйцо, крутую, да, вот белок сворачивается. Вот капельница преднизолона сделала то, что свернулась белки в хрусталиках. Они свернулись, ну, белок свернутый. И он настолько был плотный, что никто не мог понять, что вообще с глазами, я буду видеть или я не буду видеть, или что я буду видеть. Поэтому, конечно, я не ела все, что можно было съесть, потому что мне так хотелось видеть, боже, как мне хотелось видеть. И когда прооперировали, меня показывали, как кобземку в цирке. Вот вы думаете, что там интернет, там ординаторы, там разные врачи, это центр микрохирургии глаза. И они все смотрят на нее, говорят, что там такое, что вы на меня все смотрите. Мне говорят, у вас такой красивый глаз. Понимаете? Потом прооперировала второй. У вас такой красивый глаз. почему потому что вот этого очень много понимаете то есть хотя бы питание побочный эффект который не заметила я всю жизнь у меня все зрение было всегда хорошее то есть никогда не было каких-то проблем с этим зрением не все нормально было единственное я плохо не очень хорошо видела в темноте знакомая бывает такая ситуация что свет выключил и почему-то ты не видишь вот как пройти по дорожке или там что-то еще так вот у меня было сильного как-то вот этого особо это не доставляет каких-то неприятностей что я заметила то есть после того как прооперировать глаза уже синхронизировались восстановились я поняла что я ночь увижу сейчас лучше чем когда я была в до операции поэтому я вам так скажу берегите зрение я была неходячей лежачей худой лысой толстой чем я только уже не было за все эти годы круче чем испытание зрением то есть его отсутствие ничего нет ничего понимаете ничего потому что человек беспомощный становится поэтому мое мнение продукты для зрения надо просто есть вот вы взяли себе там месяц зрения можете знаете как мы всегда говорим у нас 12 систем знаете если вы начинаем на 12 систем сколько месяцев в году 12 вот расскажите себе у нас январь одна система вторая система третя система пошло пошло и поехали вот обитайте свое зрение и дай бог чтобы вы видели до самого вот последнего момента жизни